Продолжим выпуск. В последнее время все чаще недобросовестные работодатели привлекают к труду кунгуряков без оформления должным образом трудовых отношений. Черная заработная плата в наше нелегкое время имеет место быть. Большая редкость, когда работодатели добросовестны и честно хотят показывать свои достоверные доходы, платя с них установленные государством налоги. К тому же сотруднику стоит избегать трений и конфликтов с работодателем. В противном случае он может спокойно остаться без полноценной обещанной оплаты труда. Также не стоит особо рассчитывать на выплаты пособий, а если работник оказался временно нетрудоспособен, то и рассчитывать на больничный. Есть риск, что работодатель не оплатит труд в случае сокращения штата, либо если предприятие лишат ликвидировать. Маловероятно, что у работника будет правильно формироваться накопительная часть пенсии. Куда пожаловаться и где найти поддержку? О том, как быть таким работником и куда обращаться, мы сегодня поговорим с гостем нашей студии, начальник управления экономического развития администрации города Кунгура Елена Владимировна Глазкова. Здравствуйте, Елена Владимировна. Здравствуйте. Елена Владимировна, расскажите, пожалуйста, куда могут обратиться те самые сотрудники, права которых нарушают в трудовом поле? Ну, хочу сказать, что в прошлом году при администрации города Кунгура была создана межведомственная комиссия по предотвращению социальной напряженности. И такие сотрудники в первую очередь могут обратиться в эту комиссию. Чем занимается эта комиссия? Каким образом она может помочь? Комиссия создана. Ну, прежде всего, хочу сказать, что это межведомственная комиссия. И целями и задачами такой комиссии является выявление случаев нелегальной занятости на территории города Кунгура. Анализ таких ситуаций, когда люди работают без трудовых договоров, либо по трудовым договорам, ненадлежащим оформленным, либо с выплатой заработной платы в конвертах. И, соответственно, комиссия полномочна координировать действия, направлять в соответствующие контрольно-надзорные органы информацию для принятия решений и исправления этой ситуации. Понятно. Вот вы сказали, что это комиссия межведомственная. То есть, какие ведомства, соответственно, она объединяет? Кто входит в эту комиссию? Да, комиссия межведомственная. Ну, понятно, что помимо специалистов администрации города возглавляет данную комиссию глава города. Туда входят сотрудники контрольно-надзорных служб. Прежде всего, это и налоговая инспекция, это и прокуратура, и сотрудники полиции, это и пенсионный фонд, и фонд социального страхования, социальная защита, центры занятости, профсоюзы, то есть представители профсоюзной организации. То есть, это как раз все те заинтересованные стороны, которые могут оказать содействие и помочь гражданам, людям, которые работают без договоров, то есть с нарушением трудового законодательства, порешать свои проблемы. Вот давайте рассмотрим какой-то пример. Вот люди обращаются к вам в комиссию, и вот как вы можете им помочь? Есть какие-то примеры? Ну, могу привести, например, обратилась одна жительница города Конгора, которая работала в сфере торговли, без соответствующего оформления трудового договора. В определенный момент работодатель объявил ей, что поскольку она является материально ответственным лицом, то за ней числится недостача, и мотивируя имеющейся недостачей, значит, со слов вот этой гражданки, ей не была выплачена заработная плата. Она обратилась в комиссию, но хочу сказать, что комиссия рассматривает вопросы всесторонние, конечно же, приглашается работодатель. Выяснилось, что поскольку работа осуществлялась без надлежащей оформленным образом трудового договора, то, соответственно, защитить права такого сотрудника, конечно, сложнее, поскольку, как правило, тут нужны уже какие-то и, может быть, свидетельские показания, то есть какая-то доказательная база или факты. Но, тем не менее, вопрос разрешился. Как правило, комиссия принимает решение направить в зависимости от сложившейся проблемы или от поступившего вопроса в соответствующую полномоченную информацию, либо в налоговую инспекцию, либо, допустим, в прокуратуру, либо в какие-то другие органы, которые компетентны в решении того или иного вопроса. И, соответственно, контролирует исполнение данных решений. Ну, давайте тогда расскажем, куда обращаться людям, если у них какие-то проблемы в плане работы. Где вы находитесь? Значит, мы находимся в здании администрации, то есть сама комиссия находится в здании администрации по адресу улица Советская, дом 26, вход через центральный вход. Вот. Ну и, чтобы подать заявление, нужно обратиться к секретарю данной комиссии. Секретарем данной комиссии является специалист управления экономического развития, который находится по этому же адресу, кабинет 24, это первый этаж. Вот. И, собственно говоря, можно туда бы отойти, либо позвонить. Конечно, лучше, если это будет письменное заявление. Безусловно, по анонимным звонкам комиссия не работает. Хочу сказать, что бояться здесь совершенно не нужно. Здесь все члены комиссии как раз призваны для того, чтобы помочь гражданам в решении их нарушенных прав. То есть, давайте подведем итоги, получается. Комиссия объединяет несколько различных органов, в том числе и прокуратуру. Просто многие боятся обращаться напрямую в прокуратуру, считая ее чем-то каким-то вот таким недостижимым. В любом случае граждане должны знать, что эта информация, она будет доведена до соответствующих контрольно-надзорных органов. Это обязанность работы данной комиссии. Я вас понял. Но, чтобы нас поняли все телезрители, я думаю, надо подвести итоги. То есть, если человека обманывают, не выплачивают во время зарплаты, если она выдается в конвертах, если права человека ущемляют, не предоставляют отпуск, что еще? Ну, вообще тут целый букет может быть последствий, когда человек работает без трудового договора, либо он работает по трудовому договору, но получает заработную плату в конвертах. Помимо, конечно, того уже, что нет никаких страховых гарантий в пенсионном фонде, это могут быть проблемы и при получении, да даже, например, визы на выезд за границу, когда там ряд требований предъявляется при оформлении данного документа, включая платежеспособность. Это проблемы могут быть и при выдаче кредита, допустим, там, любого ипотечного на потребительские нужды. Это могут быть проблемы при оформлении определенных льгот. Я уже не говорю о тех налоговых вычетах, которые может получить гражданин, неся затраты на свое образование или образование детей, на лечение, на приобретение жилья. То есть тут целый спектр последствий. И, безусловно, без самих граждан, без их действий, комиссия, конечно, просто нам может и не знать о фактах. Поэтому именно в помощь. То есть со всеми такими проблемами? Конечно, конечно, есть возможность, пусть граждане обращаются в данную комиссию. И комиссия рассматривает все эти вопросы. Елена Владимировна, а где можно узнать подробную информацию обо всем, о чем мы сегодня говорим? Подробная информация размещена на официальном сайте города. Там есть активная закладка под названием «Что делать, если не выплачивают заработную плату или не заключают трудовой договор?». Поэтому я предлагаю гражданам, которые хотят решить какие-то проблемы, или у них возникли по этой теме проблемы, зайти на этот сайт и посмотреть исчерпывающую информацию. Самое главное, там еще опубликовано, какие последствия могут быть у граждан в связи с неоформлением легальных трудовых отношений. И все контакты. А если доступа в интернет нет, есть ли телефон какой-то контактный? Да, конечно. Если нет доступа в интернет, пожалуйста, можно позвонить по городскому телефону 2-24-60. Это как раз номер телефона секретаря данной комиссии. Ну и там уже при помощи секретаря определится, какие действия делать дальше. Понятно. Давайте подведем итоги. То есть, если человеку не выплачивается своеверимая заработная плата, если она выплачивается в конвертах, либо не предоставляется отпуск и нарушаются трудовые какие-то отношения, то во всех этих случаях? Да, безусловно, во всех этих случаях нужно обращаться в межведомственную комиссию по предотвращению социальной напряженности при администрации города Кунгура по адресу Советская, 26, кабинет 24, телефон 2-24-60. Все понятно. Спасибо большое. Я напомню, что гостем нашей студии сегодня был начальник управления экономического развития администрации города Кунгура Глазкова Елена Владимировна. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok